И снова здравствуйте, дорогие друзья любители компьютерных игр. Продолжаем проходить God of War. Мы снова в Мидгарде. Так что, да, это местность называется Мидгарде. И отправимся мы, наверное, по основному заданию, так как пока что просьб у нас от гномов не было. Да, и заплываем, конечно же, собирать рубленное сельдой из бочек. Зачем вору пустил мать Залка? Потому что он всегда был вором. А мать только дарила ему любовь, но не учила отвечать за себя. Если бы он знал, что такое дисциплина, то прожил бы дольше. Да, но ухо это не дело. Так, бочечка. Хорошо. Еще одну вижу. И там вдалеке еще одна. Причем неплохое количество серебра в этих бочках. А это что такое? Бочки? Нет, вроде камень был. Или это труп. Подожди, что это такое? А, это чей-то труп. Упс. Во, золото и гир мы получили с этого трупа. Неожиданно, но приятно. Так, ну на... Нет, нам не на эту пристань, наверное. Все же отсюда. Здесь, по-моему, лифт должен работать. Да, вот крутилка стоит. И там у нас птичка летает, которую я не мог подбить. Думаю, с этой точки у нас получится. Ну, так же по классике летает по кругу, просто попасть по ней сложно. Это надо ее поджидать. Где-то в этой области, наверное, буду поджидать. Что-то повыше, наверное. Угу, угу. О, задел. Но недостаточно для того, чтобы замочить. Так. Так, ну че, заходим? Вернитесь, горя. Да, здесь у нас начинался путь к горе. И мы здесь бывали, вроде бы... Да, вон там у нас легенда была. И больше ничего, да? Да. Здесь вроде бы мы все читали. Это че за херня такая? Смотри, эти шесты покрывают магией ведьмы. Это сбережет нам время. А, да-да-да, мы же здесь с ведьмой, с лесной ведьмой были. И она перекрыла действия этих отравляющих шестов. Хорошо. Нашим легче. И там тоже. И здесь нужен, кстати, кристалл. Где нам его взять? А, и туда можно залезть. Давайте залезем. А, вот кристалл, кстати сказать. Так, сейчас кристалл, подожди, а то я с кристаллом не смогу залезть. И вот здесь... А, это не пещера. Ну, вернее, пещера, но кратство не может залезть. Я думал изначально, что это пещера. А, это всего лишь путь назад, понятно. Теперь, собственно, кристалл. Мелкий бы, конечно, мог туда залезть. О, там ведерочек висит. Как полезно иногда смотреть вверх. Читай. Сын. Стой, сейчас прочту. Бойте Сейдр. Бойте Сейдр и его практикующих. Это колдовство коварно и переменчиво, как и души тех, кто его применяет. Чем большую силу они призывают, тем меньше остаются собой. Значит, вот так и становятся вельвами. Что-то Кратос лазит, как будто он раненый. В пупу раненый. Надеюсь, в вельвы нам не встретятся по дороге, потому что это очень мерзкие существа. Так, здравствуйте. Че нового? Синдри, ты всегда был такой... Чистюли? Ха, если бы. Нет, я был таким же неряхой, как любой гном. А как однажды, мудрая иванская колдунья не открыла мне глаза. С помощью магии она выяснила, что вокруг нас полно крошечных созданий. Ах, таких маленьких, что их и не увидишь. Да ну! Это правда! И если они попадут к тебе внутрь, ты заболеешь. Но колдунья сказала, что есть одно дерево — дуб. Оно является естественной защитой, не дает мелким созданиям размножаться. И теперь все рукоятки я делаю из дуба. Я все предусмотрел. Ну, за работу. Ну и нам пора тоже за работу. Так, и путь к горе лежит прямо. Волки! Окей, волки так волки. Берегись, агент! Не вляпаться, бывает. Просто порубал. Похоже, больше нет. Ядовитый волк. Мы видели много сверепых волков, но эти на них не похожи. Видимо, они больные. Эти волки плюются ядом, в который лучше не наступать. И дерутся намного яростнее. Даже бешеных зверей. Наверное, им очень плохо. Убивая их, мы прекращаем их мучения. Надо следить, чтобы не наступать в лужи, которые они оставляют на земле. Это яд. Да еще и воняет. Так, там крутилки. И был вроде сундук. Мы его взяли. Да, был еще вот этот сундук. Как его брать я пока что ума не приложу. Откуда исходит этот яд? Здесь у нас... Ну да, крутилка была. И вроде больше ничего. Крайне мере ничего не видно. Хотя, может быть, знаете... Так, а сундук у нас был здесь. Да, вот он сундук. И тоже вроде больше ничего. А вот, допустим, там огонек наверху горит. А, это смотри. Это и есть. Это отравляющая херня. О, вот так можно взять сундук. Отлично. Там, по-моему, еще кое-где такие сундуки были. С этой отравлялкой. Так, это у нас чародейские набедренники. Обычный предмет броня для бедер. Иронические символы на этой простой броне повышают восстановление. Так, ну, сила защиты в минус, восстановление в плюс. Ну, такое себе, честно сказать. Ставлю свои трусы. Металлические трусы. Так, пусть в горе... Вот этот, по-моему. Ну-ка, сходим мы налево. Вот он, еще один сундук. Но не видно, видите, вот этой отравлялки. А, давайте попробуем посмотреть со стороны... С той стороны, где работает кузнец. Да, вон она. Ну, хитро придумали, а. Здесь тоже ресурсы. Замечательно. Фига, пацан прет, как танк вообще. Весь в батю. В смысле, че орешь? Никого нет уже. А вот здесь уже проблематично. Здесь... Какая-то... Это кельская колючка. Я не сожжешь и не разрубишься. А че с ней можно сделать? Есть мысли. Не, пацан тоже не может. Отец, я готов! Волки! Да, вроде больше нет. И вот это тоже непонятно. Вот это красная бня. Что это такое? Если то та хельская колючка была, то это что-то такое. Пока не знаем. Здесь, как говорится, наши полномочия все. Берегись, отец! Мне побольше стрелять? Стреляй, когда я тебе скажу. Вообще, можно было бы поставить какой-нибудь режим, чтобы пацан тоже автоматом стрелял. Да, кстати, вот эта штука теперь работает же. Мы вернулись на ней. По-моему, и на гору мы можем на ней пропутешествовать. Отец, можно? Можно мне ее понести? Нет. Но... Я сказал нет. Ладно. Спрыгнуть я не могу. Интересно, куда делась лесная ведьма? Она вроде не прочь была нас проводить до... По крайней мере, до этого места. Так, а вот, кстати, да, вот это я хотел проверить. Немигающий взгляд. Путь будет долгий, но остальные пожитки останутся под бедительным присмотром каменного лика, пока я не вернусь. И вот каменная лика единственная, которую я видел, это вот ты знаешь больше меня. Спасибо. Потому что нигде я не видел. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Надо поискать сокровища там. Каменная лика, да? Так, там тоже сундук, но наплетен этой хельской колючкой. Можно было отсюда, конечно, прийти, но там, по-моему, ничего интересного не осталось. Поэтому идем так. Снова черное дыхание. Что делать? Проверим слава ведьмы. Давай попробуем. Работаем! Не собрала? Идем. Закончим дело. Работаем! Работаем! Дальше дорога завалена. Свет аллювейма выполнено. А что, Кратос? Не мог с самого начала так бахнуть. Надо было тащиться по этой дорожке. Ну, здесь просто дорожка получается. Никаких ответвлений. Так, а здесь можно забраться наверх. Так, у нас прямо над нами это рыло. куда-то туда. А здесь... А, здесь завал. Понятно. Ну, погнали сюда. Мама говорила, что великаны появились в Мидгородских горах, прежде чем исчезли. Ты исчезли? Да. Они вроде как просто ушли. Неизвестно почему. Может, вернулись домой. В Йотенхейн? Может. То лицо на горе это, наверное, какой-то почитаемый великан. Так, и снова этот черный дырь. Рот, мы добрались! Черное дыхание. Тот же символ, что на берегенном кроме Тюра великаны тут были. Какой символ? О чем ты говоришь? Да какие-то бедолаги мертвые. Так, все равно темно, ничего не видно. Этот бифрест не очень спасает от тьмы. Так, вот сюда еще можно пойти вправо. Здесь... А, здесь спуск был. Вернее, подъем, по которому поднялись. А здесь... А, здесь сокровище. Да, кстати, то самое сокровище под ликом горы. Ледниковый катализатор. Легендарный предмет. Осколок льда, взятый с одного из ледников Хелия, используется для улучшения оберега бесконечных бурь. Води, разберись на все в этом. Яростный глаз. Легендарный предмет Чары. Уменьшение расхода ярости при атаках в режиме спартанской ярости на 15%. Да, не мигающий взгляд то самое сокровище. Давайте для наглядности проверим. Оно должно быть неактивное. Да, правильно. Не мигающий взгляд. Оно и есть. Куда мы? Вход же был там. А ты торопишься? Нет, обычно торопишься ты, а я всегда рада смотреться. Да, я как бы тоже не против. Вот, допустим, есть какой-то ништячок. И что-то еще тут было. А, ну да, сундук весь в этой бне. Но его мы открыть не сможем. Так, это путь назад. Ну, в общем, понятно. Погнали тогда дальше. это что, олень? не помню историю о великане с головой оленя. Кто он? Пройти нельзя, но есть чаша с песком. Что тут сказано? ни гус с корнем в ротшем, ни крыльник в тебя, ни зверь в хомуте не знают меня. Ну, и отгадывай сам. У тебя неплохо получается. У меня так вообще ни разу не получилось. Так, надеюсь, оленя на нас не очень разозлится. Поразбиваем вазы. Ну, там есть какая-то комнатка. фига какие шустрые звучит. И все. Ну, что, смола? В пещере? Странно. Что за смола такая? Так, драугр быстрый, что может быть страшнее драугра. Быстрый драугр. Мама говорила, что некоторые живые мертвецы обладают особыми талантами. Эти, например, умеют испускать огонь из ног и стремительно бегать по полю боя. С ними лучше быть на чеку. Но в бочках редко что бывает, конечно же, но я не примену их раздолбать. Опять это все бня красная. Как с ней бороться? Фиг его знает. Про ту синюю ерунду хоть отрос, сказал, что это хельская колючка какая-то. Сказал бы что-нибудь про эту. А, вот, смотри, что там есть. А здесь что? Ага. Косы. Пробленные серебра. А, надо помост кидать. Ну, пойдем. Я знаю, куда тебя применить. Кажется, Кратосу все мысли как-то вообще пофигу. А если сделать вот так? руны, я могу это ответ. Свобода. Ага, подходит. Блин, я уже что-то и загадку забыл. меня не знает, не видит, что-то не зверь какой-то. Что происходит? Эпичненько, конечно, пройдите через темные пещеры. в этом факеле пристал. Зажечь его? Валяй. А, ну да, нам все-таки мост нужен. Мост, что-то подняться? Эти проходы слишком малы для великанов. Что ты смеешься? А, ты серьезно? Я всегда серьезен. Да, мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны просто расы, как их или худые. Это не значит, что они большие. А мировой змеи. Ну, в этом случае великан действительно большой. Но он такой один. Вон они там шарятся, видишь? Сволочи. так, есть путь. Готов. туда есть путь. А, здесь я понял. Суда скорее всего нам и надо. Лио, что теперь кричит не низко. ну да, получается здесь ништяки, а туда направо нам надо было по сюжетке. так, это у нас чешуйчатые браслеты концентрации. Редкий предмет броня для рук. Прочная броня повышающая восстановление. Сравниваем. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Только восстановление плюс, остальное все минус. Ну, как бы спасибо, но нет. ненавижу этих тварей и она причем а смотри на этих спалить кошмар короче два в одном ненавижу ни тех ни других давай шмалей по ней ух ты какой кошмар шмаляет еще ты внимательно так кто такие вельва призывательница эти вельвы умеют призывать кошмаров то ли создают их с помощью магии сейдр то ли просто достают из своих сумок интересно сколько кошмаров может поместиться в такой маленькой сумке целая куча видимо так это наверное про кошмаров огненный кошмар эти кошмары мечут огненные шары как будто нам и так не хватает причин ненавидеть кошмар до мерзкие существа такие кроме того что они летают еще и плюют всякой гадостью поэтому от них надо избавляться как можно быстрее так крутилки значит где то есть ящичек крутилки это говорю но здесь допустим стояла телега и за ней проход вон они шарятся еще еще подключение но опять и быстро Я все не хочу. Ноги упомянули. Таратышки, короче, ковернулись. Хорошо, продолжай. Как-то так. Я думаю, знаете, вернуть вот эту вот способность Кратоса метать Левиафан со свойством замораживания. Это у нас был след Левиафана, по-моему. Да, очень мне нравится этот удар, особенно на дальнюю дистанцию. А что-то я не могу его. А, вы не можете сменить камень рунической атаки во время восстановления. Угу. Сейчас он, получается, восстановится у меня. Потом смогу его заменить. Да, еще и третье... Третье улучшение готово. Ладушки. Так, еще одна крутилка, еще один драун. Вернее, то, что от него осталось. Столько всяких путей, хрен поймешь, куда идти. Ну-ка, шмарнику отсюда. Так, и вот теперь мы можем поменять эту руническую атаку. У нас след Левиафана, да. И улучшим. Лучшие приемы присполучим. А, получается, три улучшения для каждой рунической атаки можно сделать, да? Ну, ладысь-то, днись. Так, видал, ты пошел. Как ты узнал, что он там? Ну, шмарни давай. И сюда можно пойти. Эй, еще один кристалл. Угу. Теперь можем этот чумодан и забрать. Что-то давно мне не попадались вот эти яблоки, рога. Все ресурсы и ресурсы. Все такое... Мертвое. Я хотела сказать древнее, но мертвое тоже верно. Древнее мертвое какое-то. Ну, вот это, наверное, у нас... Так, стоп-п. Как-то оказался живой. Фига, пацан, что-то там исполняет, да? Смотри, налетут, что-то их убивает. Так, в этих быстрых врагов трудно попасть. Папе надо подождать, пока они бросятся к нему и парировать их атаки. Так, ну, тогда я предлагаю вернуться, наверное, туда. Для чего эти крутилки нужны? Это что за странный камень такой? Вроде пацан в нем может... Что-то происходит, но непонятно, что происходит. Фиг знает. А, подожди, это мы сюда же пришли. Так, вот сундук. Но на нем нет рун. Как, ну, этот сундук запечатан руннической магии, чтобы открыть его, найдите и разгадайте эту печать. Но на нем ни хрена ничего не написано. Странно. Давай там ведерочки висят. Только я в них почему-то не попадаю. Нет, что-то вообще не попадаю. Может, снизу надо оттуда. Показалось, что он оживет. Да, это тоже. Лучи. И рост пишется. Вообще, обожаю этот удар палача. Чел получил прям по башке, а потом уже, не успев встать, еще раз получил. А, вот он. Куда? Куда? Где? Апот! 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 да вообще мы неплохо с тобой сработали порвали бедолагу вообще на лоскуты так нужно взять этот самый кристалл может кристаллом здесь видишь наверху а вижу 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 все понял тогда кристалл здесь ни при чем так bn и r теперь надо обратно докопаться до крутилок но бы видимо ли ну тут без разницы тут надо искать где b где n где r без разницы какая первая вторая либо третья так ну не принято значит ну вроде бы да значит будет так дальше еще я где видел крутилку вон она f не подходит r подходит значит третья крутилка у нас вон аж там это самостанок для нее добираться там должна быть в б косой опять косой так б правильно все должно быть правильно да вроде да а здесь что-то у нас эпичная рок первый из трех рогов меда крови так потом хочу на мост смотаться чтобы сбить эти три ведерочка наверняка там ну хотя хотя обрубленное серебро серебро там стопудово давай шмаляй шмаляй смотри ладно теперь читай и кто это написал написал так добавлена легенда великая гора когда-то гора была холодной но миледа и он трейс дали ей жизнь бродячие души из дальних земель не чуждые меда поэзии они искали вдохновение и нашли друг друга и обрели друг в друге великую любовь на вершине величайшей горы мид гарда они построили тайный мост это место стало их домом и крепостью они жили здесь свободны от пророчества знающие лишь себя и друг друга гора стала приютом изгнанников и творцов йотунов и новых друзей подобно маяку она влекла к себе все все новые и новые души даже сейчас причася к буре мы не должны забывать о зовущем духе горы кажется раньше эта гора была замечательным местом моя мама очень любила поэтов хорошая наверно была мама надеюсь как-нибудь покажет ее в каких-нибудь но типа воспоминаниях или что-то в этом роде и воин был хороший поэзию любила и много историй знала так эту штуку я возьму с собой а вось пригодится положу где-нибудь посерединке чтобы я была видна со всех сторон скажем где-нибудь здесь наверно положим здравствуйте а мы вас еще мы еще не можем найти вверх дном новый набор артефактов чаши великаны которые жили на этой горе были великими мастерами даже эти чаши настоящее произведение искусства каждый из них по-своему уникальна интересно сколько разных чаш ну судя по слотам 6 штук сейчас быстренько смотаемся на мост о там птичка у нас сидела виталия щат не вернёмся не вернёмся я я в в в в в в в в рубленое серебро ты прочь а течка нам надо на звуки тоже обращать внимание и она издает характерный звук такой полу звенящий полу стрекочущий так это крутилка я понял ну и собственно сюда где куча трупов скажи что ты видишь ну это были люди не велика до охотники за сокровищами видишь ловушке нам повезло что они уже сработали радуйся что тут все мертвые ура все мертвые какая радость мы перебрались так а вот и тот олень прочесть можешь да блин я хотел общаться чтобы он выстрелил на одну кнопку и прочесть и стрелять так олень дура трор дура трор олень что живет у мирового древа и сторожит врата я тунхи из которых выходят великой двое не знаю это гора великанов тут что-то а сын сюда слушайся а это свиток этот язык ну тут их вон валом смотри какая-то библиотека добавлена новая легенда змей мы не можем говорить со змеем но его враждебность кассам не вызывает сомнений пока он существует разрушение храма тюра остается невозможным однако из-за его присутствия этот храм полностью погрузился в озеро девяти в результате наша цель ограничить путешествие между мирами все равно остается достигнутой хранитель ворона змея касса охраняет замок тюра вот так он сидит в этом озере девяти так камень камень мне нужен опыт должен быть белым 25 опыта ну такое себе конечно но приятно не больше вроде бы ничего да здесь а а здесь сундук да да я помню и какая то злой молодец так а мы на той стороне получается да и ты бы не а и нам нужен здесь кристалл кристалл я наверно не смогу придет притащить оттуда через эти катакомбы ну стоит попробовать наверное черт его знает найдем ли мы кристалл здесь где нибудь но так то будет получше как то можно залезть проверить стоило так ну что давайте на этом закончим ставьте лайки комментируйте подписывайтесь и Субтитры создавал DimaTorzok